Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Продолжение следует. Он будет обеспечен рабочим кабинетом в Дангаре и в городе Душанбе. О других привилегиях расскажет подробнее Ромиши Ромин. Закон об основоположнике мира и единства и лидере нации дает право Эмму Мальрахмону после окончания президентского срока решать государственные вопросы. Этот закон также предоставляет ему полномочия при необходимости выступать перед народом, обращаться в государственные органы, участвовать в заседаниях парламента, Советов безопасности и других государственных важных заседаниях и давать консультации. Все госорганы обязаны будут выполнять эти советы, обсуждать и согласовывать все внутренние и внешнеполитические важные вопросы с лидером нации. Саид Жафар Исмонов, депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана, считает, что президент Рахмон в процессе разрешения гражданской войны в республике поставил под угрозу свою жизнь и является основоположником мира в Таджикистане. Согласно этому закону, нынешний президент, его превосходительство Эмумали Рахмон, как лидер нации, имеет право влиять на принятие государственных указов, сотрудничать и давать советы. Изначально, со времен гражданской войны и по сей день, этот человек руководил всей внутренней и внешней политикой страны. При его руководстве Таджикистан достиг многого. Мы видим, что действительно этот человек болеет за нацию и родину. Ему можно доверять. Может, в будущем будет новый президент, которому мы не сможем так доверять, как мы доверяем Рахмону. В этом случае он сможет направить новоизбранного президента. Однако представители оппозиционных партий принятие нового закона считают очередным маневром, который обеспечит Эмумали Рахмону продолжение власти. Они не согласны с пунктом закона, который называет Рахмона основоположником мира и национального согласия. По их мнению, соглашение о мире в Таджикистане, подписанное в 1997 году, не проходило в одностороннем порядке, и мир в Таджикистане также не мог быть установлен одним человеком. Шокер Джон Хакимов, заместитель главы Социал-демократической партии Таджикистана, отметил, что нельзя забывать о заслугах Абдулу Нурьи и объединенной таджикской оппозиции по установлению мира в Таджикистане, о той роли, которую сыграла комиссия по национальному примирению, возвращении беженцев и участии оппозиционных партий в политических мероприятиях. Его превосходительство проводит встречи, выслушивает, часто поддерживает. Вы видели, сколько бездомным и бедным он помог? Вся его работа за 22 года стала причиной того, чтобы назначить его лидером нации. И без закона Мажлисинаму и Андагону был лидером нации. Депутаты парламента принятие данного закона считают исторической необходимостью, показателем уважения к великим заслугам Рахмона перед народом в достижении мира, в стране и государственной независимости. Адулад Рахмонова, экс-депутат парламента Таджикистана, одна из сторонниц президента Рахмона, считает, что Эмум Али Рахмон давно принят народом как лидер нации. Депутаты парламента лишь придали юридическую оболочку желаниям граждан Таджикистана. Не было никакой необходимости давать Эмум Али Рахмону законный статус лидера нации. Очень жаль, что и на этот раз вместо того, чтобы взять лучшую практику постсоветских или некоторых европейских стран, мы берем плохую практику и создали законную гарантию и социальную почву для выбора президента Рахмона на пожизненный срок. Это нехорошо. Я проанализировал закон. Некоторые пункты взяты из Казахстана, некоторые из Ирана, Германии, Японии и Великобритании. Очень жалко, что таким путем ущемляется содействие граждан и понижается политическая конкуренция в стране. Активная правозащитница Ойнихол Баба Назарова говорит, что в основном в законе Таджикистана руководитель страны назван президентом. Назвав президента лидером нации, нанесен удар по демократии. Я думаю, что такого понятия в демократическом государстве не существует. Это может себе позволить только авторитарное государство. Дело в том, что уже принято понятие президент в конституции и в международных нормах. Те, кто предложил такое, сделали это во вред президенту Рахмону. Такие вещи происходят только в тех государствах, где очень высок уровень тоталитаризма. Президентское кресло временное. Президента выбирают народ на определенный срок. А понятие лидер противоречит демократии и противоречит конституции Таджикистана. Среди многочисленных привилегий документ регламентирует порядок проявления уважения к лидеру нации, а также предусматривает ответственность за проявление неподобающего отношения. Согласно виртуальному опросу, который провело информационное агентство Тоджи Ньюс, на вопрос, как вы относитесь к официальному признанию Эмума Ли Рахмона лидером нации, 78% опрошенных ответили негативно. Репортаж подготовил Ромиш Ромин Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадатца Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia, а также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.